Спустя два часа после принятия исторического решения на Ледовый, пока еще естественный овал стадиона «Старт» вышли две команды. Первая – Нижегородский «Старт». На ваших экранах игроки в красной форме. Вторая – Ульяновская «Волга», детище губернатора одноименной области. Но оставим политику в сторону, а обратимся к игре. «Волга» за последнее время прогрессирует, чего стоили синие клюшки в руках некоторых игроков. А присутствие в рядах команды экс-нижегородца Юрия Логинова впечатляло. Несмотря на его несчастливый 13-й номер. Однако потревожил впервые, или вернее сказать, сделал попытку голевой атаки игрок «Старта» Александр Сергеев. Несмотря на обилие защитников, он ловко жонглируя мячом, дошел почти до ворот, но бросок, к сожалению, был неточен. А стоило Ульяновца в первый раз сделать выпад в сторону ворот «Старта», так он оказался успешным. Картинно в раудиосе упал игрок «Волги» и арбитр театральным жестом указал на 12-метровую отметку. Конечно же, Юрий Логинов вышел к барьеру и был точен. 1-0 и «Волга» впереди. Начало несколько бескуражило 8-тысячную аудиторию. «Старт» не стушевался, а стал подбирать ключи к воротам ульяновцев. Но верные ленинцы наделали 16 замочных скважин, и лишь на 17-й, вернее 17-й минуте, открыли врата. У нижегородцев отличился Константин Кликовкин. Метров с 20 бросил по воротам. Вратарь пересчитывал в этот момент зрителей на трибунах и пропустил оранжевый пострел 1-1. Но тут уже старт стал неудержим. Атаки стали ровней, особенно на левом фланге, куда рвались Александр Сергеев и Андрей Бегунов. Но отличился опять третий номер Константин Кликовкин. Так лихо защитник нижегородцев прокрался сквозь сито ног и клюшек, что его пришлось уложить ульяновцам только недозволенным приемом на лед, да причем в радиусе, и опять 12-метровый. Вадим Морозов не колеблясь вызвался и точно пробил 2-1 наше впереди. Затем игра перешла в тени толка и в центре поля. Длилась она ровно 300 секунд или 5 минут. Ульяновцы выбили мяч на угловой и Феликс Тарасов отправился к угловому флажку. Здесь, пожалуй, игроки Волги раскусили комбинацию нижегородцев. Морозов пробил, но угодил защитника. Мяч отскочил, но отскочил к Сергею Покидову. Удар 16-го номера и третий мяч в воротах грозного соперника 3-1. После этой радости трибуны не дождались забитого мяча. И при разнице в счете в два мяча в пользу старта команды ушли на перерыв. Команды отдыхают. Предлагаем вашему вниманию мнение президента Федерации России по хоккею с мячом Альберта Поморцева о ходе матча и о командах, играющих в нем. Я бы так не сказал, что обе команды претендуют на звание чемпиона страны. Хотя еще все впереди. Сейчас идет борьба за попадание в плей-офф. И как можно выше нужно занять место для того, чтобы иметь преимущество. Поэтому Волга мне, честно скажу, пока никакого впечатления не производит. Ну и старт, я думаю, еще своих карт не раскрыл. Потому что по подбору игроков команда очень перспективная, очень талантовая команда. И я думаю, что вот к концу финальной части, то есть к плей-оффу, старт будет совершенно по-другому выглядеть. Я, например, ну как президент, я вот как-то... Когда мы серебряную медаль вручали, я сказал, а почему старт не может стать чемпионом страны. Поэтому если старт встанет, я с удовольствием приеду золотые медали вручать. Той тайм долгое время обещал остаться сухим по счету, что редко бывает в хоккее с мячом. Волга, как ни старалась, никак не могла наладить атакующие действия. Не помог даже Юрий Логинов. А старт, рвущийся вперед, грешил неточными передачами и бросками, да еще как. Назначенный ворот ульяновцев второй 12-метровой игроки в желтой форме так оспаривали, что внесли сомнения даже в Вадима Морозова. Удар вратарь, добивание вратарь, счет прежний и скользкий 3-1. Лишь в конце матча вновь разыгрался Сергей Покидов и в одной из атак провел четвертый мяч 4-1. После этого стало ясно, что победа будет за стартом. Ну а точку поставил капитан команды Андрей Бегунов 5-1. Волге осталось только смириться с поражением. Это неудачная игра склала, сами эти поражения, понимаете. Ну вот та игра склалась, не знаю, не повезло нам. Нам голы такие забили, нелепые, можно сказать, первые три гола. Там просто наши ошибки чисто и удаление. Ну а в целом, мне кажется, немножко посильнее сегодня были старты. Может потому, что дома приболельщик играет. Дома, то есть возьмете реванш, да? Ну постараемся во всяком случае. Просто так игру никто не отдает. И здесь просто так никто нам не собирался отдавать игры. Вот вы играли долгое время в старте. Тяжело сейчас выступать против, ну, своих бывшей команды? Ну, я не знаю, как тяжело, но... Я не знаю даже, как сказать. Во всяком случае, мне кажется, болельщики понимают это все, это жизнь. Мы профессионалы в этом отношении. Мы, ну, каждый выбирать, я не знаю, не лучше, а... В общем, где нужно, там мы играем. В команде. Юрий Логинов стал лучшим игроком у «Волги». А лучшими игроками матча у старта были признаны Дмитрий Чекулаев и Сергей Покидов. А ключи от главного приза автомобиля ВАЗ-2105 были вручены капитану команды Андрею Бегунову. Подарок команде, не мне, а всей команде. Очень приятно. Андрей, вы тоже на протяжении многих матчей признаетесь лучшим игроком. Что это? Какой-то хитрый ход Бегунова или все-таки... Нет, сегодня я не был лучшим. По-разному бывает все. Андрей! Сегодня очень плохой лед был вообще, просто невозможно было играть. Но есть грязные коньки, просто через пять минут уже все, их надо опять точить. Президент Федерации России Альберт Поморцев назвал, что «Волга» не показала той игры, на которую рассчитывал. Так ли это? Ну, можно также сказать, что мы не показали никакой игры. То есть матч получился не очень интересным. Ну, счет 5-1 сам за себя говорит. Ну, да, в общем-то, некоторые преимущества у нас было. «Волга» старалась их, можно меньше пропустить, по-моему, это их главная задача была. Когда счет стал уже 3-1, 4-1, они уже пошли тоже вперед, ему стало надо забивать. Ну и все, мы тут еще забили. Итак, ульяновская «Волга» была повержена, сделан еще один шаг к заветному первому месту. Как я и предполагал, игра сложилась по традиции с ульяновской «Волгой», очень-очень тяжелой. То есть вот внутренний настрой, внутренняя собранность, такое предстартовое состояние отразилось и с той, и с другой стороны. И, может быть, даже в какой-то степени погодные условия не позволили показать тот классический, классный, скоростной хоккейнизм, который старт проповедует. Но все-таки я считаю, что игра удалась своим, вот повторяю еще раз, внутренним напряжением, таким содержанием, зарядом на игру, она очень-очень большая. И я считаю, данная игра, победа над данным соперником стоит многого. Я думаю, что этот трамплин к тем домашним играм, которые вот начиная с 7-го, 10-го, 13-го будут проходить на нашем стадионе. Поэтому в целом я, как руководитель команды своей, доволен. Лучший кто, по вашему мнению? Откровенно говоря, трудно выделить лучших по данной игре, но все-таки я плесанул бы сегодня Диму Чукулаеву. Он от ста отработал очень-очень неплохо и в то же время заработал сегодня один из 12-метровых. И второго, наверное, я все же бы поделил между бегуном, капитаном команды и Сережей Пакидовым.